Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан получает браслет от Гэжи Сабихи, она очень счастлива. Когда она говорит, моя бабушка носила его, когда я была очень маленькой, он имеет для меня большую сентиментальную ценность, глаза Гэжи Сабихи наполняются слезами. Вы сказали, что это была моя мать. Сабиха Хани Дилан говорит, да, я даже помню тот день, когда она надела это мне на руку. Пока госпожа Сабиха мысленно упоминает, что ее имя того же возраста и на том же браслете, она внезапно заболевает. Дилан и Хэвен держат ее. Когда госпожа Сабиха говорит, я думаю, у меня упало кровяное давление, пойдем, Бэрон предлагает, с тобой все в порядке, давай вызовем врача. Госпожа Сабиха не хочет останавливаться. Как только они уходят, Дилан говорит Бэрону, что этот браслет у меня на руке всегда, сколько я себя помню. Мисс Ханифе никогда мне ничего не покупала. А теперь я думаю об этом, Ханифе Ханифе не могла купить мне этот браслет, она говорит, что это семейная реликвия от моей матери. Хотя она раньше не знала барана, она подслушивает его разговор с Фертиной в сарае и вспоминает момент, когда она потеряла браслет. Когда моя мама носила этот браслет на моей руке, она сказала, что он защитит тебя от всякого зла, поэтому, когда я потерял этот браслет, мне стало грустно из-за моей любви к матери. Вообще-то я помню свою мать, мне бы хотелось вспомнить и ее лицо, но Бэрон говорит, что он близок к тому, чтобы найти свою мать и мы найдем его как можно скорее. Затем Дилан и Баран обнимают друг друга. Когда они входят, они встречают Кадер-ханом, спрашивают Баран, Гуль, как она, и просят ее позвать его в зал. Пока Кадер идет звонить, Бэрон отправляет Дилана в свою комнату отдохнуть. Ожидая Барана и Гуля в гостиной, когда госпожа Азади с любопытством спрашивает, почему она позвонила, Баран говорит, что увидимся сейчас. В этот момент приходит Гуль и госпожа Кадер, и Баран говорит, отныне ты не заставишь эту девушку делать то, чего она не хочет. Любой, кто попытается заставить ее это сделать, обнаружит меня перед ней. Когда госпожа Азади злится, спрашивая Кадера, почему ты мне позвонил, должен ли ты ей сказать, Бэрон говорит, что я сказал ей, что скажу, и уходит от них. Госпожа Сабиха находится в очень панике, думая о том, как сложилось так много совпадений. Хотя Хевен говорит, что боится, что вы расстроитесь, когда госпожа Сабиха хочет расспросить всех и пойти узнать, Хевен мешает ей, говоря, что все усложнится, успокойтесь. Пока Дилан думает с браслетом в руке и желает, чтобы у нее было еще, ей на ум приходит медальон, и она немедленно идет и покупает его. Мистер Сеет, когда Дилан женился, он носил его на своей свадьбе, говоря, твоя мать купила это для тебя. Когда Баран приходит в комнату, он говорит, это не Ханифе, Ханифе купила это, если бы это была она, почему мой отец все равно носил бы это. Я не думаю, что Ханифе, Ханифе ценит меня и покупает что-нибудь. Пока Дилан собирается отправиться к своей семье, чтобы узнать, кто их передал, Дживахир звонит Барану, чтобы поговорить о делах. Баран говорит, дайте мне подумать о предложениях Дживахира. Пока Баран сидит в своем кабинете, приходит господин Кудрет и спрашивает, вы очень задумчивы, все ли в порядке? Когда Баран говорит, что все в порядке, но Дживахир ждет ответа на предложение о работе, господин Кудрет говорит, я изучал это, кажется, это прибыльный бизнес. Барану важно, чтобы он был прибыльным, но мой главный критерий доверие, и именно поэтому он просит Дживахира провести расследование. Хасан подслушал разговор Барана со своим отцом в своей комнате, разговаривает с человеком Дживахира Шаиром и сообщает новости. Слова Дживахира Хасану о том, что Сабихани смотрит на тебя, тяжелы для него, и когда он смотрит на себя в зеркало и видит Джихана, он спрашивает его, как я выгляжу. Человек Дживахира рассказывает ему, почему звонил Шаир Хасан и что Баран начнет расследование в отношении него. Но Дживахир говорит с крайней уверенностью. Прежде чем войти в дом, Дилан разговаривает с Бараном о том, очень ли он взволнован и готов к тому, что услышит. Хотя я говорю, что не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить этих людей, которых считаю своей семьей, Баран говорит, оставь прошлое позади, ты ничего не можешь сделать для тех, кто случился, я всегда буду с тобой. Они держатся за руки и говорят Дилану Барану, если бы не ты, у меня не хватило бы смелости прийти сюда. Ты – моя самая большая сила. И они стучат в дверь и входят. Дилан показывает мне медальон, ты сказал мне, что твоя мать купила его для тебя, ты был мне отцом столько лет, скажи, пожалуйста, правду, почему моя мама дала мне это поднимать. Госпожа Азади очень злится и просит Гуля приготовить кофе. Господин Сеет, я никогда не видел вашей матери, точка, когда Хикмет привел вас ко мне, у нее был с собой этот медальон, по его словам, половина его была у вашей матери. Баран приближается к Сеиту и спрашивает, правда ли то, что вы говорите. Дилан говорит, что у меня есть детские фотографии, можно мне их, у меня в этом доме больше ничего не останется. Госпожа Ханифе говорит, что мне делать. Сфотографируйся, девочка. Когда госпожа Азади Гуль приносит кофе, она ругает его, спрашивая, почему вы заставляете моего внука заниматься своим собственным бизнесом. Пока Гуль говорил, клянусь, я ничего не говорил, Ферат приходит к ним и спрашивает, что происходит. Госпожа Азади, я не позволю вам выйти замуж, пока я жив. Даже если ты женишься, я не покажу тебе дневного света и уходит. Госпожа Ханифе встает, чтобы снова убежать, а господин Сеет говорит, что никуда не пойдет, не найдя мать Дилана. Пока Гуль плачет и говорит, я так устала, Ферат говорит, никто ничего не сможет сделать, если мы не сдадимся, не плачь, мне больно и вытирает слезы. Дилан и Берон приходят в особняк, и Дилан говорит Барану, что она разочарована. Берон говорит, не волнуйся, ты воссоединишься со своей матерью, я обещаю, поверь мне. Дилан говорит, я доверяю только тебе, и они идут в сад особняка. Когда Дилан говорит, я рад, что купил свои фотографии, мне было так приятно. Берон смотрит на фотографию и говорит, ты была очень красивой, когда была ребенком, ты просто немного пухленькая. И они смеются. Тем временем телефон Барана звонит и сообщает новости о его матери. Они привели в особняк мать Дилана и женщину, обладающую знаниями. Женщина передает шарф Дилану и говорит твоей матери, что твоя мать всегда обнимала его и плакала, Дилан, твой отец разлучил тебя, твой отец сказал твоей матери, что твоя дочь умерла, иначе Эсра не оставила бы тебя. Сабиха сказала мне, что девочка умерла, а что, если бы она не умерла, она расстраивается и плачет. Когда Дилан спросил, знает ли он что-нибудь еще, он сказал, что однажды он пришел и попрощался с нами, потом он так и не пришел, мы думали, что он ушел в Мардин, потому что у него никого не было. Когда Дилан наконец спрашивает, какой была моя мать, женщина говорит ему, что твоя мать была лучшим человеком в мире, она была как вода, и Дилан расплакался. Пока барана обнимает ее и ласкает лицо, женщина уходит от них. Пока Феррат и Гуль думали, что делать, когда Феррат сказал, мы тайно поженимся, Гуль становится счастливым, и они обнимаются. Дилан плачет, потому что моя мать в Мардине, может быть, поэтому она не позвонила, может, она не позвонила, потому что сказала, что мой отец умер. Если бы он не сказал, что мой отец умер, возможно, он нашел бы меня. Когда я сказал барану, он не смог найти тебя, мы нашли бы его. Если бы он был в Мардине, его бы нашли немедленно. Когда Ханифе Ханифе тайно говорит Цеврии, что им следует отправиться в Германию, и им придется последовать за нами, Цеврии думает, но я заключила соглашение с Дживдетом. Господин Кудрец связывается с Мардином, и они получают адреса и номера телефонов родственников Гэжи Сабихи. Пока Дилан находится в своей комнате, с шарфом в руке, размышляя, сможем ли мы воссоединиться, приходит Бэрон и сообщает ей, что твоя мама не уезжала в Мардин, мы нашли твоего дядю, мы встретимся с ним завтра, твоя мама живет в Стамбуле. Дилан волнуется, задаваясь вопросом, действительно ли мы все это время жили в одном городе с моей матерью. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok